Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. И сегодня мне хотелось бы продолжить серию, которая посвящена тому, что в Украине началась война, и очень много нового, новых осмыслений происходит в голове у каждого человека, который стремится быть осознанным, который стремится разбираться в себе и работать не только над внешним, но и над внутренним. И сегодня одной из очень серьёзных проблем для многих из нас стало то, что мы не просто покинули дома, а то, что мы очень многие вынуждены жить в новых, не просто в новых условиях, а в новых отношениях. Я бы сказала так, в новых отношениях с теми людьми, с которыми нам приходится жить. У всех интересно очень сыграла рулетка. И причём, что самое интересное, рулетка сыграла точно, не просто так, подобрав нам тех или иных людей. Кто-то отправился в совместные бега, если хотите, где-то так это похоже, кто-то с родственниками, кто-то с друзьями, кто-то оказался с абсолютно незнакомыми людьми, знакомыми знакомых приятелей, у каждого своя история. Но практически все мы столкнулись с одной огромной для нас проблемой. Мы не умеем жить с другими людьми. Мы очень плохо приспосабливаемся к другим людям. И если ещё один парень как-то готов приспосабливаться, то второй, а если ещё третий, четвёртый и пятый, а ведь сейчас многие люди живут вообще, вот знаете, такими большими шведскими семьями, здесь, конечно, уже очень и очень туго. И сегодня мне бы хотелось разложить эту тему, потому что делиться опытом здесь очень сложно, поскольку опыт у каждого свой, но есть несколько принципиальных вещей, на которые нам стоит обратить внимание для того, чтобы это разобрать. Но первое, что нужно сказать, что абсолютно нормально, что мы сложно уживаемся с новыми для нас людьми или даже со старыми для нас людьми, потому что каждый человек или каждая семья – это определённый набор правил, ценностей, подходов. И, конечно же, когда мы сталкиваемся лбами, да ещё на одной территории, мы начинаем друг друга учить или раздражать, что одни делают совсем не так, как ты привык. Мало того, не стоит забывать ещё и о том, что мы можем находиться на разных уровнях развития с людьми. Это означает, что у нас будут разные взгляды на жизнь, разное понимание, что такое хорошо, что такое плохо, а что такое нормально, а что такое не очень. И вот здесь, если раньше мы с этими людьми встречались редко, будь это даже, неважно, наши родители или близкие друзья, то на одной территории, стрессовой ситуации, да ещё и не всегда в самых комфортабельных условиях, конечно же, взрывается абсолютно всё. И начинается то, что начинается – внутренняя война пространства. Итак, что с этим делать? Я могу дать вам несколько рекомендаций, которые, конечно же, даю себе, и, возможно, нам, по крайней мере, станет немножечко легче. Первое, что важно понимать, это то, что я уже сказала. Все мы разные люди, и никто не должен вести себя так, как нам нравится. Это вот первое, что нужно принять. То, что всё время я повторяю. «Позволь себе быть собой, а другому – другим». Согласна, что когда этот человек не живёт с тобой в одной квартире, сделать это сильно проще, чем когда вы рядом. Но, тем не менее, это нужно принять и понять, что этот человек такой. Второе, а может быть даже первое, важно понять, что это не навсегда, и что сейчас у тебя есть некий опыт, и у тебя есть возможность подсмотреть за другим человеком максимально близко, рассмотреть его, увидеть со стороны, как выглядят те или другие заскоки, и посмотреть, что в нём есть и хорошего в том числе. Ведь каждый, с кем мы пересекаемся, в нём наверняка есть и что-то хорошее. И хотя бы на время, хотя бы иногда, хотя бы на пять минут светить в сторону того, что в этом человеке есть хорошее. Не то, что тебя бесит, а то, что тебе, возможно, нравится, и было бы неплохо, тоже это качество займит. Третье, тут важно осознать следующее, что совершенно не факт, что разговор с человеком может тебя к чему-то привести, потому что у человека есть своё состояние, своё видение и своя готовность. Поэтому попытаться поговорить, конечно, можно, но важно понимать, что не стоит делать на это все ставки, и опять-таки безбожно расстраиваться, что человек тебя в чём-то не услышал. И тем не менее, некие правила лучше всего оговорить, хотя бы аккуратно. Следующее. Важно понять, что прогибаться придётся много, но какие-то границы небольшие потихонечку нужно отстраивать и понимать, что человек может быть этим недоволен, и, скорее всего, будет недоволен. Но если наглость человека безмерна, границы нужно установить серьёзные, просто создав некие правила. И понять, что, в конце концов, это ваше дело париться или не париться тем, как это происходит, обращать или не обращать внимания. В конце концов, вы просто живёте сейчас вместе, и вам совсем не обязательно дружить, ну, в крайнем случае, работать. Следующий момент. Важно понять также, что, в принципе, вы не жертва, и вы при желании можете изменить своих сожителей. Вот это понять очень важно. То есть важно осознать, что тот, с кем вы живёте, вы можете это изменить. Вы можете найти других сожителей, найти другую квартиру, уехать в другой город или в другую страну, поскольку сейчас это нормальное явление. И это ваш личный выбор, оставаться здесь или нет. И все ваши оправдания в виде «у меня нет денег», «я боюсь одна», «у меня не получится», «я не могу без них», потому что это просто оправдание. Потому что сейчас, вот конкретно сейчас, у вас есть вариант уехать куда угодно, жить где угодно и точно поискать себе лучшие варианты для проживания, если здесь вам невыносимо плохо. Все истории про то, что лучше не найду и придётся терпеть, это только в вашей голове. Поэтому тут важно понять, вы просто недовольны этими людьми и будете недовольны любыми другими, потому что сейчас вам плохо, и все будут вас раздражать, и вы, в принципе, просто хотите домой и всё. Либо, то есть это нормальная история, понимаете, когда раздражают все, либо дело конкретное, именно в этих людях это невыносимая ситуация, тогда вы можете поставить себе задачу, решить её. И поверьте, вы её решите. Если же ни один из этих вариантов вам не подходит, значит, вам просто нравится ныть. И вы в любой ситуации, какой бы она ни была, сейчас будете недовольны, потому что отчаянно пытаетесь вернуть то, как было. Я вас понимаю, мне тоже хочется стучать ножками, ручками и кричать, что я не могу здесь жить, и вообще, и не так, и я слишком много прогибаюсь, и вообще, и хочется. Но я смотрю на это сейчас, как на опыт, по крайней мере, сильно стараюсь смотреть. У меня появилась удивительная возможность изучать людей ближе, наблюдать за ними. В конце концов, я же люблю людей, и даже вот этих кричащих детей. В конце концов, значит, у меня есть возможность понаблюдать за тем, чтобы потом помочь другим, ну или хотя бы даже записать это видео. Поэтому я вам рекомендую всё-таки посмотреть на ситуацию более философски. И сказать себе, главное, что если мне это реально надоело, если это реально отравляет мою жизнь, я должен или должна решить эту задачу и найти себе другое жильё. Я не хочу быть с этими друзьями, подругами. Пришло время мне повзрослеть, даже если это моя семья. Очень много мне пишет историй про свёкры, там, да, там, свекровь, тёща, кто-то с кем-то где-то живёт, кто учит меня жить, кто там рассказывает, что делать. Ещё раз, пришло время повзрослеть и оторваться от этого. И если вам там невыносимо плохо, вперёд отправляйтесь выстраивать свою другую реальность. Возможно, это и есть ваш урок. Перестать терпеть и начать отстраивать то, что вам нужно. Я тоже могу вам сказать, что прохожу свой урок. И тоже мне далеко не всегда легко. Но я напоминаю себе всегда об одном, о том, чем уже вам сказала. Я хозяйка ситуации. И я в любой момент, если мне станет невыносимо, и если я пойму, что это действительно для меня проблема, могу эту ситуацию изменить. Ведь я же взрослая, ведь я же мать, значит, точно могу. В общем-то, это всё, что я хотела вам сегодня сказать на эту тему. Конечно же, как всегда, я хочу перейти и продолжить украинскую, потому что я начала цю мову тренувати. Хочется, чтобы вона також у меня была не гірше російською. И хочется побажать усім нам сил, усім нам наснаги, усім нам скорейшего весни и скорейшего повернення додому у всех сенсах цього слова. Но не забывайте про то, что мы повернемся с вами иншими, с новым, как говорят, украинским досвидом. И цей досвид мы добываем с вами сейчас. И принаймні, это будет и наша перемога, если мы становимся сильнее, если мы сможем больше понимать себя, если мы сможем стать более открытыми, более понимаемыми для самих себя. Это очень-очень важно. Так я вважаю. Поэтому я обоймаю всех моих украинцев, обоймаю всех наших хлопцев, обоймаю всех людей. Тих, кто, не зважаючи ни на что, остается людьми. Слава Украине! Слава нашим героям! Слава нам!